Восемь часов утра в актовом зале Республиканской детской больницы собрались коллеги и благодарные пациенты Тугана Кипкеева. В день 80-летия дорогого доктора они решили устроить ему настоящий праздник. С днем рождения! Спасибо вам за вторую спасенную жизнь! Стихи от ребятишек, пожелания еще долгих лет здравия от взрослых и, конечно же, море слов благодарности за спасенные жизни своих детей. Когда-то эти мамы, папы, бабушки и дедушки стояли у порога больницы в надежде на чудо. Вспоминая свои истории, родители не сдерживали слез. Мой внук в тяжелом состоянии, даже, можно сказать, при смертной агонии привезли с Кисловодска. Городскую детскую реанимацию шансов почти было ноль. Я поклялась, сколько я буду жить, столько за них буду молиться, за его бригаду, команду, какой руководитель, такой коллектив. Спасибо огромное доктору, долголетия, его юбилей мы желаем, здоровья, долголетия, и чтобы коллектив был готов помочь своей добротой, своим профессионализмом деткам, которые попадают в такое положение, как и мы. Монитор с бегущей зигзагообразной линией. Для обывателя эта картинка, конечно, знакома больше по фильму. А те, кто хоть раз бывал в реанимации, ее никогда не забудут. Иногда после операции детей приходится выхаживать несколько суток. Туган Ибрагимович бьется за жизнь каждого своего маленького пациента. Сейчас в отделении находится несколько ребятишек. Один из них в тяжелом состоянии, и врачи готовят малышку для транспортировки в Москву. Вот здесь делают каждый день отслеживание сердечко, левочную систему. Туган Ибрагимович проводит нас по просторным, красочно оформленным палатам с современным оборудованием. В отделении детской реанимации он работает со дня его основания. И застал те времена, когда приходилось оказывать помощь в маленьких душных помещениях, в которых не было необходимых для работы условий аппаратов. В 1990 году Карачево-Черкесия и Ставропольский край разделились, и наши ближайшие соседи отказались принимать у себя больных из области. В срочном порядке нужно было принимать меры. Первая детская реанимационно-анестезиологическая служба в Карачево-Черкесии была создана спустя три года. Она разместилась в небольшом помещении больницы, которое было в пять раз меньше необходимого. Но, тем не менее, врачи были рады этому. Министр Васин вызвал меня, говорит, организуй себя детскую реанимацию. Что тебе надо, скажи. Вот тогда один аппарат был, один дыхательный аппарат был, три койки было, одна интубационная трубочка, один для лингоскоп, еще в одном-одном начинали работать. Ну, потом друзья, знакомые по Ставропольскому краю, это Сентукей, сам город Ставрополь, они нам помогли, дали вот эти интубационные трубки для лингоскопы. Потом мы сами тоже приобрели. Поехал я в Грузию. В Грузию, когда гимцах Хурди глаз делил под бомбежкой, мы поехали туда забирать аппараты. Вот так бывало, рискуя собственной жизнью, медики добывали оборудование для детской реанимации. Помимо скудного материально-технического оснащения, существовала еще одна проблема. Катастрофически не хватало специалистов. Туган Ибрагимович и его коллеги работали на износ. И днем, и ночью вспоминает педиатр Тамара Гюкятова. В 90-х годах она занимала пост заместителем министра здравоохранения Карачао-Черкесии по охране материнства и детства. Не хватало врачей-реаниматологов, не хватало неонатологов. В родильном доме не было отделения патологии беременных. Беременные поступали из всех районов уже на такой стадии, когда нужно было срочно их разрешать. И здоровье беременных где-то 70%. Все эти беременные были в 70% с патологией. И, конечно, такая и перинатальная, и постнатальная младенческая смертность была высокая. Младенческая смертность в те годы в республике была чрезвычайно высокая, отмечает Тамара Хаутиевна. Происходило это отчасти из-за того, что в районных больницах не было ни реанимации, ни специалистов, которые могли бы оказать необходимую помощь. Тогда Туган Ибрагимович настоятельно рекомендовал Минздраву организовать выездную реанимационную бригаду, чтобы ездить в районы. Все это помогло улучшить лечение от тяжелобольных детей и снизить смертность. Кроме того, в нашу республику были приглашены лучшие в этой области специалисты. Саратовские и санкт-петербургские врачи начали обучать своих коллег из Карачаево-Черкесии. Туган Ибрагимович, я ему очень благодарна была и тогда, и сейчас я с теплотой вспоминаю, сколько трудов вложил этот специалист в детское здравоохранение. Честное слово, вот искренне говорю, если бы что-то зависело от меня, этому человеку можно было бы и памятник поставить, и самыми лучшими наградами наградить. Потому что он дневал и ночевал в этой реанимации. Говорят, что реаниматологи – бойцы невидимого фронта, так как пациенты в основном оценивают работу хирургов. Но Туган Ибрагимович своим примером опровергает это распространенное утверждение. За годы работы он спас не менее 8 тысяч детишек. Его честь благодарные родители называют своих сыновей. Такая трудная и счастливая судьба, когда 80 лет, ты в 8 утра на работе, и может круглосуточно он и сопровождает детей иногда и в Дагестан, иногда и в Москву, и в Санкт-Петербург, и Ставрополь, и Астрахань. И его энергия заражает, по-моему, всех нас. Его энергия вот эта неуемная. Коллеги не устают удивляться его оптимизму и бодрости духа, отмечая, что дорогой доктор, если это необходимо, всегда на своем боевом посту. Будь то выходные, праздники или ночные вызовы. Сам же Туган Ибрагимович говорит, что улыбка спасенного ребенка – главная награда, ради которой каждый день врачи пытаются совершить маленькое чудо. Мама – врач, вместе с сестра, нежные отношения, улыбка, выхаживание, грубости не допускать. Даже маленькому ребенку холодной рукой дотронешься, это уже ты будешь нехороший. Поэтому руки должны быть всегда теплые, протертые. Ну, дитё есть дитё. Хатима Куршева, Андрей Дорошенко, Михаил Каракелян. Итоги недели.